Если Насирова могли увезти из суда, то, вероятнее всего, только в одно место, ставшее ему за эти дни уже очень хорошо знакомым, Феофанию. А там сейчас находится другой мой коллега, Ярослав Кречко. У него и узнаем, правдива ли эта версия. Ярослав, скажи, что говорят в Феофании, там ли Насиров сейчас или нет? Да, Алексей, действительно, Феофания наиболее вероятное место, куда могут доставить Романа Насирова из здания суда. Тем более, вчера в больнице скорой помощи ему отказались его принимать и отправили по предыдущему месту лечения, то есть сюда, в Феофанию. Но пока здесь, скажем так, никаких внешних признаков пребывания отстраненного главы фискальной службы нет. Да и сотрудники больницы, охранники, с которыми нам удалось пообщаться, уверяют, что Романа Насирова здесь нет. Мы в любом случае остаемся здесь следить за ситуацией, и если что-то изменится, сможем об этом оперативно рассказать. Алексей? Ну, а мы сможем оперативно снова с тобой связаться. Спасибо, Ярослав Кречко был с нами на связи. Кстати, генпрокурор Юрий Луценко уже заявил, что в НАБУ поторопились вручать подозрения Насирову, да и вообще делать это ночью, это верный путь проиграть все дело. Что ж, мы продолжим разбираться во всех деталях этой очень запутанной драмы буквально через несколько минут после рекламы. Все-таки ведь интересно же, когда и где, да и чем закончится этот судебно-медицинский вояж главы фискальной службы. Субтитры создавал DimaTorzok